Ох, наконец-таки! Эта передача снова играет на ваших экранах. Это передача Допрос за бабос. Меня зовут Евгений Ширяев. Это канал Негодяй ТВ. И вы смотрите шоу, в котором идут прохожие. Я говорю, а вы не хотели бы победить сегодня в этой передаче и получить 5000 рублей за ерунду? Здравствуйте! А можно вас тоже сюда? На нашу передачу, это же шоу! Нас увидят около 3-х триллиардов человек этой планеты. Как вас зовут? Меня зовут Ашак Рафаилович. Аэс? Пять простых вопросов. Если вы отвечаете, получаете... Нет, 2000 рублей. А можно без денег? Только с деньгами такая передача. И если без подсказок будет шестой вопрос, а на шестой вопрос 5000 рублей. Подарок. Вот сюда вот. Деньги есть. А если я не отвечу, что будет? Это интрига. Пока немножко о себе. Какой кошелек у вас толстый? Возьмите микрофон и расскажите о себе. Я похвастаюсь. Ооо, какой микрофон. Я на этой улице 20 лет, 21 год. Нахожусь в качестве врача. Бабки есть! Сегодня и бабки есть! На этой улице мы лечим зубы самым благородным людям Санкт-Петербурга. Какая-то лопатик. Деньги меня смущают. Я прослушал. Можно еще раз? Деньги меня смущают. Так кем вы работаете? Я доктор-стоматолог. А, вы стоматолог? Да. У меня, кстати, есть товарищ стоматолог. А у вас зубы в порядке? Возможно, есть временная пломба. Ее нужно заменить на какую-нибудь дорогущую цирконевую. Вот хотелось бы по бартеру обратиться к кому-нибудь. Это было бы круто, но ладно. Могу! Серьезно? Да. А где ваша клиника? Через дорогу. Типаново 3. Профи-клиник. 21 год. Не, я говорю серьезно. Да. Это у меня реально можно посмотреть отсюда. Но на улице не будет. У меня это передача «Допрос за бабос». Поехали! Столица Испании. Барселона. Это неправильный ответ. Извините, я спрашивал, как вас зовут? Да. Повторюсь, Аршак Рафаилович. Аршак Рафаилович. Вы что, ни разу не были в Испании? В Испании не был. Какой позор. Неправда. Да, вот такие нынче стоматологи. Нищеброды. В Баленсии, что ли? Нет, нет. Столица Испании. Я не хочу подсказывать. Если я буду подсказывать... Плох. Не знаю. Барселона. Выкидываем еще варианты. Команда даже есть такая, футбольная. Реал. Мадрид. Это подсказка была или нет? Назовем была. На кону большие бабки, поэтому я ерничать не буду. Подсказка была. Была подсказка. Теперь непонятно, сколько будет ваш приз. Короче, пятерки уже не будет. А почему Мадрид? Так сказали, написано так в википедии. Значит, пятерки не будет, двух косарей тоже. Двигаемся дальше. Какой линии подчеркивается определение? Какой линии определение? Волнистый, наверное. Сейчас отвечу. Правильно. Что у моряков называется камбузом? Камбуз. 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 Там, где собираются матросы. Корма, камбуз. На палубе. Кухня. 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 Правильно. Неплохо. Мы двигаемся дальше. Какой монах написал повесть, повесть временных лет? Монах. Китайский, наверное, монах. Секундочку. Это была проверка советской. Повесть временных лет. Я не знаю. Хорошо. Это Нестор. Это Нестор. Петрович. Нестор Петрович. Игоревич. Нестор Игоревич. Нестор Петрович Игоревич Тунец. Двигаемся дальше. Пятый вопрос. И отвечая на него, вы все равно будете победителем нашей передачи «Допросы по босс». Ибо проиграть здесь невозможно. Не знаю, где я. По какому закону одно заряженное тело притягивается к другому? По закону любви. Это все просто. Правильно. Спасибо за то, что принимали участие и так классно отвечали на вопросы. Но вы не забываете, зуб надо сделать. Ваша клиника здесь, да? Да. Когда я закончу снимать, я к вам зайду тогда. Обязательно. Вы туда идете, получается? Хорошо. До встречи. Подождите. Приз. Студию, конечно. Наша передача такая, что если ты участвуешь в ней, ты должен по-любому получить что-то приятное. А у меня приятное только с собой деньги. Больше ничего приятного нет. Ни конфет, ни шоколадов, ни печеньев, ничего нет. Первый раз в жизни на улице дают ни день, ни за конкурс. Привет кому-то. О, да. Опять мне звонят. Дорогие друзья, передаю всем привет. Привет друзьям, коллегам, гостям нашим, жителям Санкт-Петербурга, метро Московской. Кому еще? Кому еще? Всем хорошим людям привет. Значит, это ваши тысячи, вы заслужили, возьмите от души в душу. Да, бабки есть сегодня. В четвертый раз звонит пациентка. Алло. 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 Ёль, не слышу тебя, прости. Сбросила связь. Видимо, сила победы, ё-моё, тысяча рублей. Спасибо вам большое. Как вы потратите сегодня эти деньги? Угощу коллег. Что-нибудь сейчас закажем сладенькое, вкусненькое, тортик, наверное. И скушаем вместе с чаем. Спасибо. Ура. Спасибо. До свидания. Так, а мы продолжаем нашу вечеринку. И никого нет вокруг. Ладно, я сейчас пойду в другую локацию. Нету никого народу. Надо было оставаться там, где я стоматолога встретил. Надо же было прийти сюда. Первый раз в жизни. Первый раз я здесь. Тогда, когда здесь нет народа. Знаете, я опаздываю. Извините, пожалуйста. Ничего страшного. Хорошего дня. Взаимно. До свидания. Так, тут какие-то пацаны идут. Молодые напротив. Вот я на них прям смотрю. Ну-ка, пацаны. Сюда. Пойдёмте. Пойдёмте. Я их зазываю. Зассали. 5 тысяч рублей человек сейчас может получить просто за ерунду. Простейший вопрос. Идут два хмыря, два мужика. Видно, что они знакомые, но далеко друг от друга. Оба болтают по телефону. Возможно, друг с другом. Вот они идут. Вот они, конечно, прикалываются. Базарят друг с другом по телефону. Вот там прикол. Угу. Мы почти из телевидения. Извини. Хорошо. Не сходим с этого места. Это передача допроса за бабос. Понял. Понятно. Что понятно? Допросы за бабосы, правильно? По-разному. Ребрендинг случился. Допросы за бабосы. Ну, давайте попробуем. 5 простых вопросов кому-то из вас. Можно по очереди? Давайте по очереди. Простейших. Простейших вопросов. Очень простых. И если без подсказки ведущего, я ведущий, 2000 рублей будет сувенир. Ну, если без подсказки, тогда можно пойти и на 5. И есть ещё шестой вопрос. Если 6 вопросов без подсказок, 5000 рублей. Сегодня есть бабки. Давайте попробуем. Ну, если буду подсказывать, бабла будет меньше. Кто первый? Дмитрий или Иван? Я Влад. А, Влад? Поканаемся давайте. Поканайтесь пока. Поканаются они. Давайте, я первый. Так. Ты пока посмотри, как мы в кадре светимся. Иван. Всё верно. Кто здесь? Чувствуешь, да? Я всё помню. Столица Казахстана. Алматы. Ты? Нет. Нет? Улан-Удэ? Нет. Если я осмелюсь подсказать, то ни двух косарей, ни пятака не будет. Я понимаю, да. Сейчас. Будет поменьше. Ну, давайте подсказочку. Я... Ёк, макарёк. Ну, хотя бы немножко, немножко хотя бы дай нам интриги, что ты можешь пятак выиграть. Улан-Удэ. Так, что у них ещё там есть? Ладно, есть рубрика. Бесплатная подсказка от друга. Давай, друг, иди сюда. Друг, иди сюда. Поближе, поближе к нам. Подсказка от друга. Нарусултан. Скажи. Нурлан Самбуров. Неправильно. Нарусултан у него. Иди сюда. Нас смотрят из этого говна ЧБД. Потом ерунду всякую говорить. Я не смотрю, мне не нравится. Честно. Значит, так, бесплатная подсказка от ведущего. Первый и последний раз. На букву А. А? Да. Астана. Астана! Итак, у Ивана ещё есть возможность поднять 5000 рублёв. Назови самый известный балет Чайковского. О птичках. Лебединое озеро. Мы движемся, крутимся. Третий вопрос. Мы нормально? Почему решили вернуться? Вернуться? Вы проходили мимо. Позекали зенками своими. Я говорю, сюда. А, вы ссать ходили? В уборную. Ладно. Кто в сказке Пушкина появляется в чешуе, как жар горя? Жар птица. В чешуе, как жар горя? Выходят. В чешуе, как... Из моря кто такие могут выходить? Где-то они в чешуе идут, как свет. Свет, рыба. Пушкин пишет. Ну... В чешуе, как жар горя? Там ля-ля-ля. Они из моря выходят. А, эти. Богатыри. Сейчас. В чешуе, как жар горя? Тридцать три богатыря. Ладно. Ладно, ладно. Ладно. Допустим, подсказки не было. Ну... Может быть. Хорошо. По какой формуле можно найти площадь круга? Площадь круга? С равно... Так. Ты на верном пути. Р в квадрате. Радиус, нет. Два р. Два радиуса. Или... Так, площадь круга. Это... А, это может радиус умножить на диаметр. Известная такая формула обычно. Постоянно ее пишут и говорят. У нас просто математики... Как гипотенуза! Давно не было. Так. Как бисектриса, как... Как парабола. Площадь с. Это... В квадрате. Ну, это радиус, либо диаметр. В квадрате что? Диаметр. В квадрате. М в квадрате. Пи-р. Пи-р. Пи-р в квадрате. Пи-р. А, еще числа пи. Да. Да. Хреново! Тут была подсказка. Да, это честно, да. Автор романа. Мартин Иден. Мартин Иден? Пелый клык. Не, я вот это вообще не назову, честно. Сразу говорю. Что там еще есть? Морской зов. Морской волк. Я только, наверное, по русской литературе. Ты знаешь, что это иностранец? Ну, да. Его фамилия. Как целый город? А? Как целый город? Город в Великобритании. Город в Великобритании. Самый известный. Самый известный город в Велик... Джек Лондон. Джек Лондон. Джек Лондон, да. Браво Ивану! Итак, пока Иван передает кому-нибудь привет, я лезу за подарком. Подарок все равно будет. В этой передаче проиграть невозможно. Ну, передаю привет, естественно, всем родственникам, друзьям. И, в принципе, больше мне нечему. Некому передавать. Нечего, да. Некому передавать привет. Очень плохо я ответил, на самом деле. Честно вам скажу. Ну, я сам от себя расстроен. Правда. Прямо. В связи с тем, что бабки есть и ляжки сегодня, как жар горя, ты получаешь почти 33 небогатыря. Тысяча рублей. Твой приз. Спасибо тебе за участие. И мы ждем твоего друга Владислава. Естественно, Владислав. 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 Я все помню. Я забыл спросить у твоего друга, что вообще, куда намылились, чем занимаетесь, по сколько лет? Мы с колледжа едем домой на машине. Что за колледж? Авиационное приборостроение. Что за тачка? Chevrolet Cruze. Там, бабуша, по 18 лет? 19 уже в обоим. Chevrolet Cruze? Да. 2002 года? 14. Нормальная тачка. Да. На кого вы учитесь? На техника по авиационным приборам. Ну, техническая специальность. Тогда мы будем дальше играть в эту игру. Хорошо. Хотите продолжение банкета? НУМ! Все на НУМе. В описании ссылка на это видео. Переходите, подписывайтесь, ставьте там лайки безбожно. Это передача «Допрос за бабос». Не пропустите. Это же браво. Московское. Время 3 часа почти. Никто, никто, народ ходит по одному человечку. Не хотят участвовать в передаче «Допрос за бабос». Глупые люди. Наконец-то я нашел тех людей, которые готовы вписаться. Прошу прощения. Ничего, ничего. В это блудилого попадалого. Кто будет отвечать? Ну, давайте я. Будете на потанцовочке. Что подвигаемся красиво. Музычку я наложу. Хорошо. Пять простых вопросов. Отвечаем без подсказок. Два косаря. Бабки есть сегодня. Наколбасил. А вы их сегодня? Наколдовали. Наколдовали. Ну, если подсказок-то не было, значит, нужно шестой вопрос задать. А ответив на шестой, пять тысяч рублей. Огонь. Не вру, есть деньги. Отлично, покажите. Пока немножко о себе. Возьмите микрофончик. Давайте. Сейчас буду показывать деньги. Настоящие. 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 Все, пятерки, все есть. Там тысячи, сотни, пятихалки. Все есть сегодня. Немножко о себе. Меня зовут Олеся, я стоматолог. У нас сегодня был стоматолог. Да? Да. Он где-то здесь директор. А-а. Вы оттуда? Мы оттуда. Серьезно? Серьезно. Я серьезно говорю. Я сегодня брал интервью у мужика, который... Я не помню, как его зовут. Наверное, Аршак Рафаилов. Аршак. Ну. Аршак, да. Очень плохо ответил на все вопросы. Не может быть. Дуб дубом, вообще ничего не знает. То есть, получается, вы вместе кайлом машете, да? Ну, типа того. Поехали. Подсказываем только по команде. Хорошо. На кону большие деньги. Хорошо. Столица. Какой страны? Нью-Дели. Инди. Что? Инди. Правильно. Почему происходит смена времен года? Из-за вращения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. А, ось там была. Да. Про оси. Земля вокруг оси и Земля вокруг Солнца одновременно. Ну и что с осей-то? Что с осей-то? Наклон оси. Наклон оси? Наклон оси. Наклон оси. Все правильно. Все правильно. Без единой подсказки мы идем дальше. Сколько сторон у Куба? Шесть. Правильно. При каком императоре русского... Русского... Россия. Россия. Можно заново? Я заново начну. Дефект был. При каком императоре России случилось кровавое воскресенье? Александр Третий. Нет, нет, нет. Подсказку? Подсказка. Я не помню. Кровавое воскресенье. Кстати, вроде они шли прямо вот отсюда. Туда они шли. Прямо здесь, а где-то недалеко было. И там на Дворцовой площади их постреляли все. А потом пошла вода горячая. Вариан Николай II. При Николае II. Правильно. Будем считать это за подсказку? За подсказку считаем это? Считаем. А я считаю, что не считаем. А что я такого подсказал? Куда кто шел? Секундочку, сопельки. Ни платочка, ничего нету, пипец. Ни влажность. Спасибо. Сейчас я просто... Сижу сюда, в эти... В поры. Кто одержал победу над Медузой Гаргоной? Одиссей? Я подгляну, я сам не знаю. Нет. Имена очень похожи. Одиссей? Нет. Имена похожи. Имена похожи. Нет, это не входило в Геракловые подвиги. Это было в Одиссее. Так. Да в Одиссее этого не было. Что там в Одиссее было? Если бы Одиссей был, там бы Одиссей отличился. А тут другая сказка совершенно. Персей? Персей! Итак, вы ответили на все вопросы без подсказки. Получается два кусочка. Но есть шестой вопрос? Ва-банк. Ва-банк, да. А на шестой? Если на шестой отвечаем, то получаем пятак. Если не отвечаем, ничего не получаем. Нет, что-то там получаем, но как бы не получаем. Я азартная. Ва-банк. Напоминаю правила. Что случилось? Вы трогали камеру? Нет? Надо было нам сказать. Там все тряслось небось. Ужас. Ужас. Ладно, ладно. Все, хорошо. Я еще раз повторяю, что если не отвечаете, то коня лысого, горбуна. К какому историческому периоду относится палеолит? Историческому периоду. Так. Сейчас я выражу. Насколько сложный вопрос. На пятерочку канает? Канает. А в слабом звене как добрый день? За секунду должны ответить. Так. У нас все гораздо проще. Каменный век? Варианты ответов. Бронзовый век. Железный век. Каменный век. Новое время. Каменный. Каменный век. Это браво. Это браво. Креписменты. Огромное аплодисменты. Огромное аплодисменты. Привет всем. Пока я достаю из кассы. Песерочку. Здравствуйте. Кто здесь вообще? Вы. Привет кому-то. Да. Слушайте. Всем моим прекрасным коллегам. Конечно же. Шефу. Аршаку Рафаиловичу. Который доберется. Патрону. Патрону привет. Спасибо большое. Было классно. Вы тоже привет кому-нибудь обязательно. Всем привет. Тоже. Коллегам. Родственникам. Друзьям. Настоящая пятерка. Не фальшивая. Не фальшивая. Машка привет. Мы на телевидении. Ну все. Передача заканчивается. А что вы вообще здесь сделали? Не могу понять. Гуляем. Толпа стоит еще. Человек 10 за камерой стоит еще. Мы гуляем. У нас перерыв. Мы дышим воздухом. Просто дышите воздухом. А потом зубы лечить пойдете? Ну конечно. Хорошо. Хорошо. Все. Спасибо большое за то, что поучаствует в этой передаче. Пожалуйста. А я буду прощаться сейчас с вами. Буду прощаться. До свидания. Говорите. До свидания. Прикосновения. Спасибо. До свидания. Сопли я трогал другой рукой. Я левша. Я левша. Это ничем не поюзано. Нигде не ковырялся, как говорится. Все. Спасибо. Спасибо. До свидания. 72 на 6. Три и восемь десятых. Три и восемь десятых. Это столбик. Это столбик, что ли, ты считал? Да не. Я так прикинул. Держинженер. А это, это продолжение, вы можете смотреть на Нуме. На Нуме только там в описании будет ссылка на мой канал в Нуме. Там его и смотрите. То, что есть на моем канале в Нуме, того больше нигде нет. Комментариев напишите целую кучу. Там Жека, Жека, там негодяи ТВ классно, ведущие обалденные. Пишите все похвальби, напишите в мой адрес там. И здесь пишите. И подпишитесь туда там. Зарегайтесь в Нуме в этом, понимаете. В описании ссылка. Всем пис. И здесь лайки ставите, комменты тоже надо. Везде ставьте лайки, комментарии, пишите. Всякую, всякую шулупень пишите. Пишите. Один хрен я не читаю. А если хотите что-то прям написать от души в душу мне, есть телеграм-канал. У меня есть телега. Там кружки выкладывают, другие видосы выкладывают, чтоб вы не пропустили нигде ничего. И там в телеграме пишите мне всякие хорошие комментарии прелестные. А здесь? А здесь можно и гадость писать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok